В стране режим повышенной готовности. Власти региона рекомендуют избегать мест общественного скопления людей. Из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией закрывают предприятия, отменяют спортивные и культурные мероприятия, торговые центры опустели. В больницах же кипит жизнь. Врачи принимают как жителей, которые нашли у себя симптомы китайского вируса, так и пациентов с другими проблемами. Но все же медики рекомендуют по возможности оставаться дома. Сейчас активно внедряют новый режим работы, который позволит людям получить медицинскую помощь в условиях самоизоляции. В поликлинике номер 5 на время отменили все профилактические осмотры, вакцинацию и диспансеризацию, а врача рекомендуют вызывать на дом. Для этого можно позвонить в колл-центр или пригласить терапевта через личный кабинет. Также решили и другие проблемы, с которыми приходят в поликлинику. Очень много пациентов к нам приходит именно выписывать рецепты. Во-первых, было распоряжение. Мы выписали всем пациентам, льготникам с хроническим заболеванием, ханзоэл, сахарный диабет на 3 месяца. На 3 месяца, но это не означает, что мы их выбросили из поля зрения. То есть мы их наблюдаем, но препараты, они уже выписаны и получены. Тем, кому все-таки необходимо посетить медучреждение, на входе проверяют температуру. Если она повышена, пациента сразу же отправляют в изолятор, где его осматривает врач. Изолируют и просто людей с жалобами. Такие утренние фильтры работают в каждом учреждении городского округа. Но далеко не все знают, как правильно использовать мобильный термометр. Как сделать так, чтобы показания были корректными максимально, что температура действительно соответствовала тому, что есть на самом деле? Температуру тела необходимо измерять при комнатной температуре. И если человек занимался физическими нагрузками, это какое-то время должно пройти после физических нагрузок, чтобы термометр показал нам правильные данные. Потом измерим. Ну, покажите, как он действует. Можно на мне. Так, включаем прибор. Сдается сигнал. На расстоянии 5-8 сантиметров подносим колбу. И вот результат наш. Помимо проверки температуры, проводят и тщательную уборку. В больницах дезинфицируют все поверхности не менее 5 раз в день. Но, повторяют врачи, личная гигиена тоже важна для профилактики инфекции. Тщательно мойте руки не менее 40 секунд. Носите маски, меняйте их каждые 2 часа. Спасти от инфекции может и обильное питье. Ведь на сухих слизистых вирусу проще осесть. Также рекомендуют на время ограничить контакты с другими людьми. Ксения Брагин, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.